В эфире Вести интервью. Здравствуйте. Сегодня гость нашей студии народная артистка Украины. Председатель жюри студенческих фильмов, вице-президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь» Раиса Недашковская. Раиса Спанна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад вас видеть в нашей студии. Раиса Спанна, расскажите, что для вас фестиваль «Золотой Витязь»? За нравственные христианские идеалы, за возвышение души человека. И что собрались единомышленники. Мы встречаемся, вот, все вице-президенты, мы постоянно на фестивале. И пошлость на фестивале не может быть показана. И вот я на открытии цитировала Лермонтова и Шевченко, которые родились в 1814 году. И Шевченко очень любил Лермонтова. И когда в ссылку ему прислали двухтомничек, и он прочел свое любимое стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, Когда лучом, обрызганный душистым, румяным вечером, иль в утро час золотой, Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, Когда студенный ключ, играя по врагу, и погружая мысль в какой-то дивный сон, Лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряются души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Что только природа может его сгармонизировать, только может принести вот это счастье. А Тарас Григорьевич перефразировал последние сроки и написал «Жива душа поэтова святая, жива в святых его рычаг, И мы, читая, оживаем и чуем Бога небеса». Вот. Любые проявления искусства, через которые мы слышим Бога, вот это и есть искусство. Всё остальное к искусству не имеет отношения. И задача сегодняшних творцов, сегодняшних, как никогда, Нести этот свет, веру, надежду, любовь. Вот этот, знаете, пессимизм, чтобы не посещал, ведь у многих, Потому что это очень важно, что мы на миг приходим в этот мир, И чтобы этот мир стал лучше, чтобы этот мир стал лучше. Подняться на одну ступеньку. И вот эту красоту украинский поэт говорит, «В чое життя коротко мыть, яке ей надбанья красою душу напоить, И не вагаючись прожить хвилину раювания». Вот наполнить красотой душу, наполнить божественной красотой, И не отпускать это состояние. И вот нести вот эту радость, и вот эту божественную красоту. И поэтому, вы знаете, я так счастлива, что мы наконец-то попали в Биробиджан. Мы мечтали об этом, когда сделали фильм «Комиссар». 45 лет тому назад, что мы попадем в Биробиджан, в Израиль. Но, увы, картина 20 лет пролежала на полке. И потом я отснялась еще у Олейникова «Бендюжник и король». Это по бабелю, гениальному бабелю. Каждый день они хотят кушать. И не проходит неделю, чтобы этого не было. Сыпи у того лихорадки или нарыва. Доктор Балабан, дай ему Бог здоровья. За каждый визит берет по 10 фунтов. Пекли ванной макею, это же за один визит. А новорожден. Заходится вот крика «синеет и синеет», и сердце разрывается от страха, что у дитё умирают. Или у него начинается понос. Нет, вы представляете, сколько надо иметь пелёнок. И по часу, попробуйте его не присыпать. А как-то они плачут, когда у них режутся зубки. Вот, наконец, ложечка в рту. День, день, день. Ведь думайте, детей рожать это так просто, как война. Пиф-пах и готово. Ну нет, извините, мы добавим. Это Гроссман, это из комиссара. А из «Бабеля» это было уже... Ой, снова через, бог его знает, 25 лет, наверное, в 90-м году мы снимали. И тоже там тексты гениальные. Лиза Степановна, какая вот из ваших ролей действительно повлияла на вашу судьбу, на вашу жизнь? Как-то перевернула? Ну, конечно, первая роль. Конечно, первая роль – это «Мавка» в «Лесной песне», которая я сыграла в 17 лет. Это Леся Украинка из невидимого мира. Она объединила видимый мир с невидимым. Русалки там, водяные лесовики. И с растительным миром. И люди не оказались на высоте. И она создала идеального человека с невидимым миром. С образа этой лесной русалки-мавки. Это когда ее любимый изменил, она погибает. Но когда лесовик его превратит в волка, и когда волк заплачет, волк заплачет на свирелью, на которой он играл в «Мавке», и эта слеза пройдет и обожжет ей лоб, и она с того света возвращается к любимому. Это очень важный фильм. И сейчас я под симфонический оркестр, мне художница прекрасно Людмила Семикина сделала костюм. И я в этом костюме под симфонический оркестр сама играю все это произведение. Это идеальное. Это самое лучшее, самое гармоничное произведение, которое создала «Лесю Украинка». Вы являетесь художественным руководителем театра «Под звездным небом». Какие вы ставите в первую очередь для себя задачи как руководителя? Какие постановки? Дело в том, что я сейчас в союзе театральных деятелей занимаюсь конкурсами. Ну, я заместитель председателя по творческим вопросам. И вот только что был конкурс Ивана Франка «Все украинские». Потом осенью будет «Все украинский конкурс «Леси украинки». То есть собираю всю молодежь туда и ищу деньги у спонсоров, чтобы наградить их, потому что Министерство культуры на это деньги не дает. Конечно, я начинала после того, как комиссар остановил и положили на полку. И я не уехала в Амхат, хотя меня забирал Борис Николаевич Ливанов. Но пришел в это время, когда все было решено. Он хотел, чтобы я корделью в «Короле Лерии» играла в первом составе. Степанова сказала, Раечка, будете водиться в «Чайку». Будете играть в «Чайку» заречную. И с нового года будете играть в «Беспреданец». В это время переворот в театре, пришел Ефремов. И, конечно, я никуда не поехала. И Борис Николаевич, через год, когда я его встретила, он сказал, вот Раечка, уже похудел, что такое. Он не переступил порог больше МХАТа. Вот была бы актрисой МХАТ. А я говорю, а что бы я без вас делала там, Борис Николаевич? И когда ушли в один год, в один месяц мои учителя, это Ивченко, который «Лесную песню» и художественный руководитель моего курса, и потом я в «Гадюке» у него снималась, они в один месяц, в начале сентября Ивченко, а в конце сентября ушел Борис Николаевич. То мой долг был как-то оправдать их любовь и доверие, и стала я готовить, на киностуде вдвоем собраться невозможно, я стала готовить моноспектакль «Канте Хондо» по стихам Гарсия Лорки. И вот началось все с этого, и я с этим спектаклем, когда не было театра, киноактера еще не было того, хотя Леня Асыка хотел снять на пленку этот спектакль, я в 80-м году пришла, открылся новый театр, пришла в молодежный театр. Я хочу сказать, что я встречалась с узбеками здесь, Руфат Рискиев, с которым я снималась, чемпион мира по боксу, узбек, снималась в фильме о нем, играла за журналистку, он приехал на премьеру в Киев, он помог продавать билеты, потому что никто не знал, он в подземном переходе развязали афиши, лучший гитарист, фламенкист играл фламенко, а как раз вышел советский экран, портрет у Руфата Рискиева, он всем давал автографы и продавал билеты на мой спектакль. Вообще, благодаря своей внешности, в Таджикистане играла Раной, получила главный приз за женскую роль, в Туркмении туркменок, в Молдавии молдаванок путешествия в апрель с Сашей Збруевым, и в Белоруссии на Свердловской, в оперетелло Варшава. И, в общем-то, я ездила и снималась. На Украине я меньше всего снималась, и только через 30 лет я получила Катерину Белокур, нашу гениальную художницу, и «Чудо в краю забытья», и «Голос травы» это по Валерию Шевчуку, это потрясающий материал, сняла Наталья Матузка. Кинокритика вас еще называет украинской Лолы Бриджидой, и даже украинской Мадонной, так что, в принципе, если бы предложили роль итальянки, вас бы замечательно было. Так, ну, в театре я играла разные роли, в театре уже молодежном, и Роксану все равно до Баржараки, и Сыклыту за двумя зайцами, ай, куда ты там, господи, отыняйся, за посудом она пошла, тебе бы только за смех, что посыла. В общем, мы на Камчатке были на гастролях, на Сахалине с этим спектаклем, и Кант, и Хондо, и Сырано де Баржарак, и я там играла. Рези Тепановна, в одном из интервью вы сказали, что шляпка – это спасение для женщины в любой ситуации. Вот для вас что такое шляпка, с чего началось влечение? Во-первых, у меня длинные волосы, да, я, значит, прически, у меня нет сил, я редко очень делаю эту прическу, видите, даже сейчас вот покрыла себя вот таким национальным, знаете, немножко. А вообще шляпа – это спасение, просто раз, и ты одета, и ты в прекрасной форме, и всё, шляпа. Она спасительна. А потом она очень украшает женщину, шляпа, если она со вкусом, по форме, по всему, подходит к костюму твоему. Шляпа для меня очень много значит. Но я не хотела сегодня к вам в шляпе приходить. Замечательно выглядите. Какие у вас планы на будущее? Вы знаете, мой друг, режиссёр, Виктор Шулаков, когда уходил уже, то есть не пережил ударов, очень талантливый режиссёр, он переписал хануму. Я в его жизни была ханумой, я его познакомила с его женой. И он сделал не три грузинских свадьбы, а пять. Украинская, русская и три грузинских. Представляете, фейерверк вот этот, свадеб, радости, веселье. Я три года никак не могу реализовать. Режиссёры, к которым я обращалась, ну, интересный режиссёр, они все вот так заняты, все ставят. И мне Сторуа, сейчас он был на гастролях в Киеве, пообещал дать молодого, талантливого режиссёра, чтобы я... И вот у меня бенефис, и пока я не сделаю этот спектакль, я не делаю бенефис. Вот у меня сейчас мечта. И, конечно, хочу слово о полку Игореве. Я считаю, что слово о полку – это величайшее произведение времён и народов. Мы показали его на театральном форуме. Это слово – это наша связь с предыдущими цивилизациями. Это не стоит 200 лет. Предыдущая цивилизация. Слово всё закодировано. И хотел открыть тайны слова Александр Сергеевич Пушкин. Но темнота не дала. И руками, мы знаем, чьими руками, его убрала. Слово – это молитва. Произнося слово на его языке, ты вычищаешь себя и вычищаешь пространство вокруг себя. У нас есть вот эти древние знания. Там мы в одночасье можем всё поменять. Только мысль одновременно послать. Каким мы хотим нашу страну видеть. Вообще мир. Чтобы мы жили в мире, в согласии, в любви. И в справедливости. Чтобы была справедливость. Вот давайте об этом думать. В радости жить. И об этом думать. И всё будет. Всё сбудется. Обязательно. Здравствуйте, Пана. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я хотел бы вам пожелать, чтобы ваши творческие планы, конечно же, сбылись. Зрители с нетерпением ждут их на уму. И слово полку Игореву. Удачи вам. Творческих успехов. Спасибо. Вы смотрели Вести интервью. Гостем нашей студии была народная артистка Украины. Парайса Недашковская. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok